В СПК ЕРФ нашли способ, как полностью решить проблему оленеводов с электричеством. Поможет им в этом ветер. Наряду с традиционными источниками энергоснабжения в СПК будут использовать мобильные ветрогенераторы. Основное отличие от других подобных устройств – лёгкость транспортировки. Подробности у Закира Вафина. Электрогенераторы, которые сейчас используют оленеводы, потребляют много топлива и требуют немалых затрат на транспортировку в места проживания кочевников. Найти альтернативный источник энергоснабжения, который будет легко перемещаться в условиях Тундры, решили в СПК ЕРФ. Провели мониторинг компаний и остановились на российской разработке ветрогенераторов с вертикальной осью вращения. Устройство способно вырабатывать энергию до 1 кВт, что позволит использовать электричество на различные нужды, например, смотреть телевизор. Чтобы учесть все нюансы использования ветрогенераторов в условиях Крайнего Севера, в округ приехал представитель компании-разработчика. Я приехал сюда, поскольку мы отправили, но это разработка, в самом деле, еще есть недоработки в ней. Мы поэтому прилетели сюда, чтобы посмотреть, какие условия есть настоящие, чтобы жить эти условия и знать, как чего сделать. Не просто там сидеть и думать, по-моему, так или так. Разработать для них, для оленеводов именно маленький, маломощный ветрогенератор, который мобильный. Полностью конструкция представляет собой ветрогенератор, установленный на волокуши, который тянут за собой олень или буран. Опытный образец сейчас используют на одной из тундровых стоянок оленеводческих бригад. Проходят испытания. И вот, в частности, в нашем хозяйстве эта остановка испытывается, дорабатывается. С тем, чтобы уже опробованный окончательный вариант этой ветроэлектроустановки потом можно было внедрять не только, допустим, в нашем хозяйстве, но и в других. Уже этой зимой в СПК ЕРФ планируют начать активное использование мобильных ветрогенераторов. Впрочем, полного отказа от генераторов на топливе не будет. Закир Вафин, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал Север.